Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Подростки часто обижаются на родителей. Многие при этом грозятся уйти из дома. Правда, большинство забывает об этой угрозе, а некоторые все-таки ее выполняют. Профилактика самовольных уходов из дома – тема сегодняшней программы. У нас в гостях Ольга Георгиевна Лимарова, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав. Здравствуйте, Ольга Георгиевна! Добрый вечер! А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы или свое мнение вы можете высказать по телефону 8 495 508 86 84. Ольга Георгиевна, хочется начать, наверное, с какой-то некой статистики. Часто на комиссии перед вами предстают дети, которые пытались уйти из дома. Хочу сказать, что за 2017 год 54 самовольных ухода. Ухода несовершеннолетних из семьи, из дома, из своего родительского дома. Нужно отметить, что по сравнению с предыдущим годом, в 2016, это на 10 случаев больше. Как вы думаете, с чем связано увеличение? Увеличение? Ну, наверное, с неблагополучием в семье, скорее всего. С тем, что детям неуютно дома. Ведь откуда уходит ребенок? Ребенок уходит из того дома, где ему плохо. То есть ребенок, родители у нас в настоящее время все заняты работой, правильно? Они добывают средства к существованию. Это совершенно правильно. Но нужно ли это все ребенку? Ребенку нужен свой уютный дом. Ребенку нужно понимание родителей. Ребенку нужна своя кровать. Ему много-то, наверное, не надо. Ему нужно прежде всего внимание. Готовность родителей выслушать его и в трудную минуту подать руку помощи. А вот как правильно выстроить, ну, скажем так, спланировать свое время, чтобы ребенку времени хватало, ну и при этом зарабатывать-то все равно надо, а деньги-то все равно нужны. Обязательно. Поэтому, конечно, с ребенком нужно вести разговоры по душам, чтобы ребенок понимал, несмотря ни на что, родители всегда ему помогут, ему подскажут, всегда встанут на его сторону. Ну, наверное, не во всех случаях встанут на его сторону, но окажут помощь и поддержку, посоветуют в самую трудную минуту. И не случайно психологи, извините, пожалуйста, Евгения, не случайно психологи говорят, хотя бы 10 минут перед сном с каждым ребенком, со своим ребенком, нужно обязательно побеседовать, спросить о том, как прошел день, обнять, поцеловать, пожелать спокойной ночи. Лекции норовоучительные, наверное, не читать. Наверное, не читать, да, лекции норовоучительные. Ведь дети подрастают, кто убегает из дома, в основном уходит. Подростки, наверное. Это дети-подростки, совершенно правильно, в подростковом возрасте, когда они считают, что они уже всего достигли, что они очень самостоятельные, что они очень взрослые, а на самом деле они еще дети. У них еще нет жизненного опыта такого, какое есть у родителей, у взрослых. Многие родители, наверное, невозможность уделять ребенку достаточное количество времени, пытаются заменить секциями, кружками, различными занятиями. Насколько одно заменит другое? Спасет ситуацию? Я хочу сказать, что, конечно, одно другое не заменит, но, во всяком случае, когда ребенок занят, у него нет времени на вот такие неразумные подвиги, будем говорить, в кавычках. И, наверное, родителям обязательно нужно знать круг общения ребенка. Если ребенок занимается в спортивной секции, кто руководит этой секцией? Если ребенок занимается в кружке, кто руководитель кружка? Да, с кем дитё общается, естественно. Номера телефонов обязательно иметь должны родители, и руководителей кружков, секций, и школьных учителей, и, естественно, друзей, товарищей. Вот у нас сейчас не принято приглашать детей домой, а надо бы родителям для того, чтобы знать круг общения, я еще раз повторюсь, для того, чтобы знать, чем живет его ребенок, для того, чтобы поговорить по душам со своим ребенком. Многие мамы часто размышляют над вопросом, нужно ли лезть к ребенку в телефон, нужно ли лезть в его социальные сети. С одной стороны, страшно потерять доверие ребенка, а с другой стороны, иногда, мне кажется, это необходимость, потому что, особенно подростки, очень ловко могут маскировать то, что они хотят замаскировать. Совершенно правильно. И мы должны следить за тем, как ведет себя ребенок в социальных сетях. Естественно, у нас с вами была даже передача отдельная, да? Приглашали специалистов для того, чтобы родителям подсказать, как вести себя в той или иной ситуации. Здесь были и представители нашей психологической службы, и мы... Да, комитет по делам молодежи. Совершенно правильно, да. Батюшка у нас был. Батюшка был у нас, да. И специалист по компьютерным технологиям тоже приходил на эту передачу, и советы родителям давались, вот из этой области, естественно. То есть контроль все-таки он нужен, но, наверное, надо как-то информацию ребенку преподносить очень аккуратно. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Если возвращаться к тем, 54, да, раза дети уходили из дома в минувшем году. Чем они обосновывали свой поступок? Как оправдывались? Что говорили? Нужно сказать, что по каждому из детей было заседание комиссии. Естественно, в заседании комиссии рассматривались материалы по самовольным уходам. Комиссия по делам несовершеннолетних, она является координирующим органом. И, естественно, по федеральному закону 120-му мы рассматриваем этот вопрос, координируем деятельность органов системы профилактики для того, чтобы оказать помощь детям самовольно покинувшим дом. Какая это помощь? Родительская. Что делать? Это и психологическое сопровождение, это и социальная помощь. Мы обязательно рассматриваем причины и условия, по которым ребенок тот или иной покинул свой дом. Я уже говорила в самом начале о том, что дети уходят тогда, когда им плохо дома, когда нет тепла в родительском доме. А где они пытаются это тепло обычно найти? Куда уходят? К друзьям? Там, где его ждут, там, где его любят, там, где его выслушают. Обычно, в основном, я хотела бы сказать, что большую часть уходят девочки. Девочки уходят к мальчикам, к молодым людям, не думая о последствиях. Вот мама запрещает, значит, буду делать так, по-другому. Да, совершенно правильно уходят. Затем могут быть конфликты в семье. И вот эти вопросы на заседании комиссии обязательно выясняются. Почему же ребенок? Может быть, ему плохо. Может быть, в родительском доме употребляют спиртные напитки или наркотики. И хочу сказать, что вот из 54 случаев ухода несовершеннолетних из семьи, в 39 случаях были привлечены родители к ответственности по статье 5.35 части 1 Кодекса административных правонарушений за самовольный уход ребенка. Это штраф? И 3 опекуна. Да, это полагается предупреждение или штраф. И опять же, на комиссии рассматриваются причины и условия, при которых ребенок ушел. Почему? Ребенок ставится на учет при этом? Конечно, конечно. На контроль ставится. Для чего? Для того, чтобы оказать психологическую помощь. Помощь. Может быть, здесь не только психологическая помощь нужна. Может быть, нужна в некоторых случаях и медицинская помощь, что также рекомендует комиссия. А все прекрасно знают, и вы тоже, Евгения, неоднажды мы говорили об этом, что у нас на комиссии присутствуют и врачи-психиатры, и детские врачи-педиатры присутствуют на комиссии, психологи присутствуют на комиссии. Поэтому они профессионалы и понимают, какому ребенку какое сопровождение необходимо. Если все-таки с ребенком случилась беда на помощь родителям и полиции, как правило, приходят добровольцы. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» занимается этим делом уже восьмой год. Ее добровольцы регулярно повышают, скажем так, свою квалификацию. Не так давно мощные масштабные учения прошли и в Одинцовском районе. Я предлагаю вспомнить, как это было. Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» назван в честь погибшей пятилетней девочки Лизы Фомкиной. Трагедия произошла в Орехово-Зуево семь лет назад. Лиза и ее родная тетя отправились на прогулку в лес и заблудились. Десятки добровольцев искали их, но найти живыми не успели. Чтобы подобных трагедий больше не повторялось, неравнодушные люди, принимавшие участие в поиске Лизы, решили организовать добровольный поисково-спасательный отряд. Сегодня «Лиза Алерт» — это уже не десятки, а тысячи волонтеров по всей Московской области, готовых выдвинуться на поиск пропавших и днем, и ночью. А в распоряжении отряда самая новейшая техника — рации, навигаторы, вездеходы. Мы впервые демонстрируем технику, которая вошла в отряд в этом году — это вездеход «Шерп». Его задача — это в первую очередь эвакуация пострадавших, то есть это такая лесная скорая помощь. Кроме того, теперь при необходимости поиск заблудившихся людей осуществляется еще и с воздуха. Это стало возможно благодаря волонтерам вертолетно-поисково-спасательного отряда «Ангел». Эффективность сотрудничества этих двух добровольческих организаций отметили полицейские Одинцовского района. Правоохранители поблагодарили добровольцев спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Ангел» за труд и наградили почетными грамотами. Найти пропавшего в лесу человека без подготовки невозможно. Поэтому два раза в год добровольцы «Лиза Алерт» проводят масштабные выездные учения. Сегодня будет проходить 15 этапов обучения. У нас на них 13 групп. Это этапы, в основном, связанные с лесным поиском. Потому что у нас впереди лето. Это наиболее для нас сложный сезон, когда очень много людей теряется в лесах. И, соответственно, надо большое количество человек подготовить для лесного поиска. Люди учатся работать с компасом, с навигаторами, учатся картографией, учатся проходить сложные маршруты, учатся сложной эвакуацией, эвакуировать людей, которые пострадали в лесу. И из сложных условий, из оврагов, из болот их надо эвакуировать. Учатся работать с техникой. По плану учений в лесу находятся несколько условно потерявшихся. Одна часть спасателей ведет поиски на земле, другая поднимается в небо. Поучаствовать в воздушно-спасательной операции разрешили и нашей съемочной группе. Мы находимся в стабиле вертолета Робин-66 на высоте около 150 метров. Под нами открывается вот такой вид. Это деревня Грязь, в окрестностях которой, по плану учений, заблудился человек, которого мы должны найти. На счету пилота десятки спасенных жизней. А вот наш неопытный глаз даже с такой небольшой высоты цель не увидел. С этой задачей справился экипаж другого вертолета, а наш Робинсон полетел на посадку. В целом учения прошли успешно, как на земле, так и на небе. Волонтеры и профессиональные спасатели, новички и опытные поисковики проявили себя с лучшей стороны, и, что самое главное, смогли объединиться в одну сложную команду. Очень здорово, что столько добровольцев готовы помогать и полиции, и родителям в поиске детей. Стоит оговориться, что не только детей ищут поисковый отряд «Лиза Алерт», но все-таки хочется предотвращать такие случаи. Ольга Георгиевна, есть ли какие-то признаки, по которым родители могут догадаться, что что-то их ребенок замышляет, что-то он собирается делать? Ну, какие такие признаки могут быть? Наверное, прежде всего нужно посмотреть. Ребенок может копить деньги. Не говорить на что, вот собирать деньги. Складывать вещи в свой рюкзачок определенные, правильно? Возможно такое. Ребенок может быть замкнутым, может быть раздражительным, может быть переговорить с друзьями, что они на эту тему могут сказать. То есть родитель должен сердцем слышать и видеть своего ребенка. Вот так, кстати говоря, из тех 54 случаев, может быть спрашивали у ребят, спонтанные были чаще всего уходы или спланированные, все-таки готовились ребята? Иногда спонтанные, иногда спланированные. Вот уже сказали о том, что девочки чаще всего уходят. И действительно, девочки уходят к молодым людям. Тут, наверное, скорее поругалась и ушла. Поругалась, мама не разрешила уходить к этому человеку, он старше. Но любовь – это очень большое чувство, тем более первая любовь, если такие вспыхивают чувства у детей, у несовершеннолетних, у девочек. Поэтому на все готов ради любимого человека уходит. И здесь нужно сказать, опять обратиться к родителям. Вот не нужно так категорично относиться совершенно правильно. Почему бы не пригласить в гости? Почему бы не поговорить с этим человеком? Почему бы не сделать его другом своим? Разъяснить. Конечно, бывают разные ситуации. Очень многообразна жизнь, конечно, естественно. Так и врага в крайнем случае надо знать в лицо. Совершенно правильно. Нужно ребенку объяснять. Я могу привести пример такой. Девочка-школьница познакомилась в социальных сетях. Очень хорошая девочка, замечательная. Из благополучной, благородной семьи. Познакомилась в социальных сетях. Мам с папой не разрешили ей поехать. Но вынуждены обстоятельства. И мама на работе, папа уехал в отпуск. Девочка осталась одна. Хорошо папе, я хочу сказать, в этой ситуации. В любом. Папа очень переживал. Папа приходил на комиссию с девочкой, со своей дочерью. Девочка опомнилась, одумалась. Включила, как мы говорим, мозги. И, конечно же, раскаивалась в содеянном. Но я хочу обратиться и к молодым людям. Что молодые люди за это понесут уголовную ответственность. А вот, кстати, как часто дети повторно сбегают из дома? Или для большинства одного раза достаточно для того, чтобы переосмыслить свой подход? Вы знаете, нам, наверное, повезло. Наш район в основном благополучные, благополучные семьи. И, конечно же, вот таких, как мы привыкли оперировать словом в таком его понимании, бродяжка, у нас практически нет. Практически нет. Поэтому очень редко ребята уходят повторно. В основном они после того, как их находят, после того, как они возвращаются в семью, здесь, конечно, и родители прилагают массу усилий для того, чтобы конфликт погасить, восстановить хорошие дружеские отношения с ребёнком. У них переосмысление жизни происходит. И поэтому нам везёт у нас в основном. Если родители заметили один из тех признаков, или, может быть, несколько признаков из тех, что вы называли, что делать, что предпринять, как остановить? Возможно, психологическую помощь получить. Возможно, поговорить с ребёнком всё-таки. Но не бывает такого, чтобы у ребёнка не было человека, которому он мог бы доверить. Может быть, в школе это учитель. Может быть, это тренер. Может быть, это тот же технический работник, та же техничка в школе. Правильно? Может быть, это подруга. Поэтому и с этими людьми можно переговорить, естественно, уточнить, почему у ребёнка такое настроение, чего он хочет. И, конечно же, я ещё раз говорю, прежде всего нужно быть другом своему ребёнку. Никогда, никогда. Ещё бывают же такие ситуации, когда поссорились дома в семье, да? Говорит, я ухожу. Иди, иди. Ну, мы что? Иди, иди, дверь открыта. Раз тебе в доме не живётся, иди попробуй. Открывается дверь. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ребёнка выгонять. Это один миг. Этот миг может быть трагичным. Он может привести к трагедии как ребёнка, так и родителей. Никогда. Наоборот. Надо сделать всё. Надо предпринять, извините, пожалуйста, все меры для того, чтобы остановить ребёнка. Закрыть дверь, грудью вставайте, но ребёнка не допускайте того, чтобы вот в таком состоянии ребёнок ушёл. Ну и, скорее всего, этой фразой он хочет не благословения до ухода, а наоборот. Конечно. Как он нужен, как он любим и как... да. Вот такие бывают разные ситуации, к сожалению, в наших семьях, но хочется верить, что родители будут думать не только над поведением своих детей, но и над своим поведением в том числе. Большинство семей, мне кажется, пытаются решать семейные проблемы самостоятельно. А как понять, что самостоятельно не получается, и стоит обратиться к специалисту, к психологу? Для того, чтобы начинать бить тревогу, надо иметь представление. Если ребёнок не слышит, если ты для него уже перестал быть авторитетом, поэтому нужно, конечно, пойти поработать с психологом. Не случайно у нас на комиссии работает психолог, и мы сразу же... Ну, вы понимаете, что психолог не может работать совместно, да, при всех. Поэтому мы выделяем отдельный кабинет для того, чтобы мог психолог разговаривать как с ребёнком, так и с родителем. Это нужно восстанавливать, устанавливать родительско-детские отношения, именно вот работая вместе. А кроме того, психологи ведь работают и в школах, в образовательных учреждениях, и в садах тоже работают. Конечно. Нужно, наверное, обратиться и туда, за советом хотя бы, для того, чтобы понять. Очень хорошая психологическая служба, психологическая служба в центре сопровождения. И есть у нас также, работает по адресу Можайское шоссе 119, служба сопровождения приёмных семей. Мы с ними очень дружим с этой службой, да, проводим различные тренинги, приглашаем к себе на комиссию. У нас на базе комиссии по делам несовершеннолетних в центре детском правозащитном работает два раза в месяц школа реабилитации. На эту школу реабилитации мы также для ребят приглашаем психологов, проводят которые психологические тренинги, каким образом преодолеть конфликты, каким образом помириться, каким образом иметь толерантное поведение. То есть вот на все эти вопросы стараемся получить ответ. И ребята стараются получить ответ такой, а психологи дать им этот ответ. Представители поискового отряда «Лиза Алерт» говорят, что если ребёнок пропал, поиски нужно начинать немедленно. Почему так важны первые часы и как понять, что ребёнок не просто задерживается из школы, вы узнаете прямо сейчас. Для того, чтобы начинать бить тревогу, надо иметь представление о том, когда и где ребёнок должен оказаться. К сожалению, тоже далеко не все не всегда это понимают, так называемый тайминг. То есть вот, допустим, вы знаете, что в три часа он должен прийти из школы, в 3.30 его нет. Вы начинаете действовать. Что значит действовать? Вы обзваниваете всех, кто имеет к нему отношение, у кого он может оказаться. То есть это друзья, одноклассники, это бывший муж или бабушки, дедушки, все, кто мог его забрать по какой-то причине из школы. Одновременно вы звоните в полицию. Здесь есть важный момент, о котором я хочу сказать. Не существует правила трёх суток, не существует такого понятия, как погуляет и вернётся. То есть полиция у вас обязана принять заявление в ту же минуту, когда вы позвонили. Полиция должна начинать его сразу искать. Почему надо начинать искать человека сразу? Вот сейчас давайте скажу сразу о самом плохом. Если мы говорим о похищении, похищение мы делим на добрые и злые. Так называемые добрые похищения – это когда человек похищен с целью выкупа. Злые похищения – это когда он похищен с целью сексуального насилия. И злые похищения заканчиваются, как правило, плохо. Так вот, по международным исследованиям, в случае со злыми похищениями, 70% детей погибает первые три часа. К сожалению, это период времени, когда многие взрослые даже ещё не успевают вообще сообразить, что произошло. То есть на самом-то деле, как у нас обычно происходит, ребёнок ушёл утром в школу. Вот он, допустим, в 8 часов вышел из дома. А дошёл ли он до школы, мы знаем вообще говоря. В 3 часа он не вернулся из школы домой, хотя должен был. То есть ребёнка, соответственно, нет 7 часов. Правильно я сказал? Правильно. Да, 3 часа уже упущены, точно. Нет, а он, оказывается, и в школу не пришёл, как потом выясняется. То есть вот его нет ни полчаса, ни час, его нет уже 7 часов, понимаете? То есть вот эта система отслеживания, дошёл ли ребёнок до дома, до школы у нас вообще нет. То есть тогда договариваться, пришёл в школу, отправь мне смс. Или договориться с учителем. Если мой ребёнок заболел, я вам позвоню. Если он вдруг не пришёл, пожалуйста, позвоните мне, если вам несложно. Вот такие вещи мы предлагаем. Вы начинаете искать, вы обращаетесь в полицию. Вы звоните нам. Мы начинаем искать в городской среде только в том случае, если подано заявление в полицию. Мы тоже начинаем работать. Естественно, в случае с детьми мы начинаем действовать с максимально возможной скоростью. Почему? Потому что, во-первых, тот фактор, о котором я уже сказала, то есть время наш враг в случае, если случилось самое страшное, чего боятся все. Во-вторых, ребёнок всё дальше уходит, если он куда-то ушёл. Во-вторых, в-третьих, уходят свидетели. В-четвёртых, камеры наружного наблюдения заслаиваются, эти записи более поздними. Ну и в-пятых, если всё это произошло недавно, собака может ещё взять след. Поэтому вот сразу начинаете искать. Очень хочется, чтобы эти советы никому не пригодились, но знать их обязательно нужно. Ольга Георгиевна, есть что добавить к советам? Настолько полно и правильно было всё определено и рассказано, что, в общем-то, и добавить, наверное, нечего. А какую профилактику комиссии по делам несовершеннолетних проводят для того, чтобы дети не убегали? Наверняка вы ходите в школу, в другие образовательные учреждения. Я уже тоже говорила о том, что обязательно и на родительских собраниях мы говорим о необходимости смотреть за ребёнком, контролировать ребёнка. Мы выходим на дни профилактики, рассказываем о случаях, приводим примеры из жизни детей, которые уходили когда-то из дома, не называя, естественно, фамилию и имя этого ребёнка. Конечно, профилактика – это очень важно. И самое главное – это индивидуальная работа. Смотрим, чтобы ребёнок не подвергся, как сейчас говорят, насилию. Если такие случаи бывают, сразу же сообщение передаётся в следственный комитет, естественно. Там занимаются уже прицельно люди в погонах. А по опыту родители готовы работать для того, чтобы не повторилась такая ситуация? Конечно. В основном готовы работать. Родители переосмысливают свою позицию. Родители очень стараются наладить отношения. И очень приятно, когда эти отношения детско-родительские складываются и становятся хорошими. В семье становится тепло и уютно, когда родители и дети понимают друг друга. Ну, вот мы этот вопрос, мне кажется, из программы в программу обсуждаем, но он всегда будет актуальным. Доверительные отношения между детьми и родителями. Как добиться? Вот как добиться? Нельзя же за один вечер прийти, сесть, всё, я решила, будет вот так, теперь мы с тобой друг другу доверяем. Нет, конечно, теперь мы с тобой друзья. Нет, конечно. Вот, знаете, здесь можно привести такой пример. Была в одной из школ, очень престижной школе, одной из лучших школ нашего района, и рассказали такую ситуацию. Решили проверить, как проходит общение родителей с детьми. Вот, можете, ребята, вы нам рассказать о том, как проводите свой день, например, один день здоровья вместе с родителями. Можете написать о том, как проходит он с одним из родителей. И что самое плачевное, самое интересное, в общем-то, практически никто не написал на эту тему. Ничего. То есть на каток, на лыжероллерную трассу мы не ходим вместе, с горки мы вместе не катаемся. То есть у нас ребёнок вышел гулять, иди гуляй. Пусть гуляй, да. И большую часть времени мы проводим в телефоне. Но это касается родителей и детей, все туда стремятся. В социальных сетях, в телефоне. Я тебе говорю, ты меня не слышишь, потому что ты играешь в телефон, потому что ты в социальных сетях. Да-да, всё мимо ушей. Конечно, это очень кропотливый труд. Я уже когда-то говорила и постоянно говорю о том, что родительский труд – это очень тяжёлый труд. Самый, наверное, тяжёлый труд. У родителей не бывает ни отдыха, у родителей не бывает ни выходных дней, ни праздничных дней. Мы должны заниматься детьми. Это очень тяжело, но это нужно делать. Остает пытаться найти подход к ребёнку через вот эти самые социальные сети, в которых он зависает? Или тут надо всё-таки соблюдать какие-то... Наверное, здесь... Ну, может быть, вместе в социальных сетях побыть, но какое-то время нельзя постоянно быть. Может быть, как специалисты говорят, нужно под чужим именем зарегистрироваться и всё-таки контролировать, чем занимается в соцсетях ребёнок. Потому что дети, они же ведь тоже очень разные и по-разному себя ведут. В школе они одни, с друзьями они другие, на улице в компании они третьи. Поэтому, когда родители говорят, я полностью доверяю своему ребёнку, ну, наверное, это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Ещё очень интересно, когда родители говорят, он мой точно так не сделает, точно. Вот мой нет, 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 он всё хорошо знает. И очень удивляются, когда на самом деле так сделано. То, чего не ожидали родители. А вот на встречах с детьми вот есть какой-то такой, может быть, ключевой аргумент, который приводите в пользу того, что не стоит из дома убегать? Может быть, какая-то история из жизни, которая, как правило, эффективна? Всё-таки эмоциональная сфера у нас прежде всего задействована, и, наверное, эмоции на нас в первую очередь действуют. Прежде всего, да, эмоции на нас действуют. Но мы приводим разные примеры из жизни. И ребята понимают, что, в общем-то, уходить из дома, ведь он всё равно назад вернётся. В принципе, назад вернётся. Хочется верить. Конечно, да. И так и случается. И так и случается. Как бы родители не ругались. Ребята, когда уходят из дома, они даже не столько боятся возвращения в семью из-за того, что их будут ругать, а боятся того, что потеряют доверие родителей, что родители им не будут доверять. Поэтому не возвращаются. А потом иногда, вот у нас, например, две потеряшки, вот так скажем, ушли, получили плохую оценку в школе и решили пойти погулять. Но решили-то они пойти погулять не просто, а пошли в кино. Естественно, родители очень волновались. Сразу сообщили о пропаже в полицию. Машина закрутилась. Все органы системы профилактики, полиция, МЧС, все ищут детей, двух девочек. А они отдыхают в кино. Ну, слава богу, что история закончилась хорошо. Кстати, Ксения из поискового отряда Лиза Алерт говорила, что ни в коем случае не стоит стесняться обращаться в полицию, если вдруг вы подозреваете, что ребенок пропал. Полиция, добровольцы, пусть лучше, скажем так. Сразу по свежим следам. Если ребенок окажется недостоверным, и тогда просто принести всем извинения. Конечно. Чем, не дай бог, на самом деле случилась беда, а помощь вовремя оказана не была. Но будем надеяться, что дети все-таки перестанут убегать из дома. Хотя, наверное, это невозможно. Наверное, это невозможно. Но, во всяком случае, будут находиться. И доверительные отношения между родителями и детьми установлены будут. И не легенда же это. Наверное, такое существует. Конечно. На сегодня у нас все. Программа «Актуальное интервью» завершена. Увидимся скоро на ОТВ. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok